смотрите что я знаю по поводу вот этого храма вот это самый старый храм и так это как раз его создал а я свет выключу тогда час выключу подождите до его создал микрофон можно чуть включить раз у меня аккредитация есть спасибо я просто чуть-чуть погромче мы видим стропильные своды вот это вот называется стропила парашютные такие четырехграммные своды это как раз вот это как раз конец 17 века 16 века 1591 год и этот храм поставил получается сын ивана грозного федор иоаннович вместе с борисом году новым и здесь есть такая история что якобы в этом храме а поставил он я сейчас скажу почему якобы в этом храме была икона нарисованы борисом бориса годунова то есть вот когда говорят про сталина танку их личности по всей видимости у бориса году но может быть тоже его уважено было уважение народа и сделали вот такой типа типа вот этой и ну икона или портрета здесь в этом храме было но романовы они его ненавидели бориса будунова потому что он на них оказывал гонение но потому что пыжиков доказал пыжиков и же доказал что это самозванцы доказал он доказал это документально это не то что мы предполагаем да и просто там наши какие-то разговоры я могу ссылаться на работой доктора наук историка пыжикова о том что самозванцы и как раз вот это вот эти а после 1625 года они это дело все убирают они меняют реформу никоновская реформа происходит да когда вы смотрите крестный ход начинает ходить другую сторону другую сторону да и значит они убирают икону бориса годунова потому что считают что он не имеет никакого отношения к событию которое здесь происходило якобы в честь чего поставлен этот храм считается что здесь на этом месте вот на месте этого всего храма вот этой всей территории здесь ждали полки русские полки ждали но и как бы борис годунов их сюда привел это его были полки ждали крымского хана козы гирея а козы гиреи вот теперь смотрите вот они нам рассказывать я просто хочу представить наш мы ездим в крым на машине мы едем с ночевкой и едем мы где-то вот полные сутки и вторые почти полные сутки там 19 часов и все на машине да по трассе м4 с бензинами со всеми колонками со всеми делами да и вот мне интересно как козы гирея добирался он должен был идти через перекоп по всей видимости через украину до малороссию через донбасс он должен был идти там где-то через смоленск и там через 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 или воронеж я не знаю как он шел но скорее всего какой-то смоленской якобы дорогой вот они здесь шли и они должны были сюда подойти под москву и вот здесь вот их ждали полки каким образом козы гирея этот пашки поперся и говорят что он ничего никого не грабил обычно они грабят берут в плен а тут он как бы не город ничего не грабил они просто бежали бежали скорее потому что основные полки московской рати ну скажем московье они в это время были на границах со швецией они со шведами вроде как бы должны были каком-то противостоянии и от швеции посол но принципе это похоже от швеции значит им кинули в крым я не знаю каким образом какими гонцами как они это доставали эту информацию может быть все таки была какая-то передача эта информация да потому что они ломанули сюда и вот теперь просто представьте если это полки там что-то 200 тысяч или больше они путаются сами показаниях путаются показаниях вот или 200 тысяч или больше человек они сюда кинулись вот у меня просто интересно как вот лошадь она должна вот если человеку на машине как они меняли где не брали не чтобы менять тракты и сколько там 200 тысяч этих трактов вот просто ну а еда где не брали а воду где не брали да вот непонятно на чем они добираются так вот значит дело в том что официальная история которую рассказывает говорит девочки тихо тихо официальная история которым рассказывает о том что значит для того чтобы отразить эти полки но русские узнали что сюда идет козыгири на разграбление и они значит взяли икону донской божией матери которая помогла дмитрию донскову при разгроме мамая и значит они взяли и вот эту икону сюда поставили здесь она стояла вот на этом месте эта икона и значит он испугался и убежал даже не вы не воюя но тут мне попадается информация о том что оказывается оказывается была артиллерийская канонада они это она их просто накрыла полностью то есть вот значит все таки борис годунов и артиллерийская канонада что не было просвета вот такая мне попалась информация буквально вчера вот кстати так бывает готовишься к экскурсии нет 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 и вдруг что-то вот раз вот этого ползает это говорят о том что и причем это официально тоже как бы официальных от краеведов и так далее не просто так вот значит было артиллерийское оружие которые вот этого крымского хана и погнала погнала и он убежал и все побросавшие и и в плен там что-то и погибло их тоже несколько тысяч откуда ну вот может быть и от этой канонады и вот в честь вот этого от того что отстояли москву это что не было даже никакого набега вот как бы сын сын ивана грозного поставил здесь вот этот вот вот этот самый храм вот этот вот не было никакой ограды не было больше ничего все остальное вот эти храмы они уже строятся при софье это уже 1650 и вот эти вот 60-е годы да они уже строятся при софье и уже скажем стены самого храна храма вот самого этого не храма а донского монастыря вот эти все каменные стены их уже строит аверки кириллов вы знаете палата верки кириллово это у дома правительства их тоже не трогают знаете у дома правительства где напротив через через реку напротив храма христа спасителя там есть палата верки кириллова и вот интересно откуда деньги Лайверки и Кириллова на постройку вот этих стен. То есть они уже обносят. Не было никаких монастырей. Монастырей не было в официальной версии до XIV века. Заторнов говорил, что монастырей не было до XIII века. А монастыри нам называют, если вы послушаете экскурсоводов, а я их немножко послушала, которые здесь, они говорят, что каждый монастырь – это крепость от набегов. То есть до XIV, до XIII века у нас не было никаких крепостей, никаких набегов, никого. Уже вот этот момент. Либо еще крепости, есть такое предположение, что вот эти все крепости – это все-таки заводы были. Есть такая версия. Тогда, скажем так, эти стены этих монастырей, в том числе Донского, он арочный, но заложенный арками. То же самое у Новодевичей, то же самое у Кремля. То есть арочная, может быть, арка – это для того, чтобы не было слишком тяжелая стена, а может быть, это все-таки были водовозы, может быть, это были аркады, без еще не заложенной кирпичом. Такое тоже может быть, когда контур воды, уже новые технологии, контур воды мог идти для каких-то нужд и создавать, кстати, контур туда, контур сюда, он тоже создает электрическое поле. Поэтому вот эти технологии, но как бы на вскидку, опять-таки это надо мужикам… Не знаю, нет, пожалуйста, у меня просьба, если вы смотрите чужие фильмы, еще какие-то, пожалуйста, не вкладывайте, потому что иногда такое несут просто… Ну, видно, что люди вообще никак. Они просто сочиняют ахинею. Ясно. И от балды, и никак ее не подтверждают. Поэтому, пожалуйста, не это самое. Вот, здесь вот контуры. Мы берем то, что можно подтвердить, скажем, если физический контур воды. Вода у нас электролит, да, вода проводит электричество. Поэтому электричество туда-сюда, вот эти электролитры, электролизы, направление одно направление, другое, как электрическое поле, оно создает некие свое магнитное поле, которое уже можно использовать на катушку, переносить на генератор и получать электричество. Ну, как вариант. Каким образом, технически, через какие материалы, я не знаю, не спрашивайте. Не буду врать, не буду сочинять. Это надо, чтобы, ну, скажем, техники, физики, мужчины давали эти формулы. В принципе, они это есть, просто их никто не видит. Они формулы сами по себе, они где-то там эту информацию между собой сочиняют, и в народ ее не выносит. Надо ее еще донести до людей и популярно, спокойно, и на двух пальцах объяснить, как это работает. Да, они просто, ну, как вот физики, они же тоже немножко заумные. Им сложно передать вот то, что у них в голове, много всего. Простому человеку нам передать, как это просто работает. Но я предполагаю, что если это были заводы, как вот варианты у Кунгурова тогда, и когда это делал Вадим Электромастер канал, он тоже очень хорошо эту тему с заводами разобрал, поэтому я опираюсь на его каналы, на старые фильмы. Вот, поэтому это могло быть. И я дополняю, что моя версия – это то, что еще могли быть и водоводы. То есть акведуки, вот, акведуки, вот это тоже могло быть. Потом это все закладывается, и потом начинаются военные действия. По большому счету, как говорил Пыжиков, что все что-то происходит у нас с Романовых после поляков, вот с этих вещей. Теперь, значит, что касается по вопросу «Часовая стрелка против часовой стрелки». И вот это очень интересная тема, которая переворачивает всю картину мира. Если сделали вот эта неконьянская реформа, когда они поменяли место двухперстей, там, три пальца, ведь это же тоже кодировка, между прочим, это якорение. У НЛП-стов вот этой вещи, это называется якорение. Мы даже вот не про масонов говорим, там, эти 6-6, а мы говорим про вот этот вот якорение 3-3. Когда человек что-то фиксирует, они так учат, то заякорить состояние надо вот таким образом. Вот сжать цепочку, там, сказать, это все хорошо, там. Или, ну, якорить. Или вот при… Это эриксоновский гипноз называется. Поэтому то, что они поменяли, это, ну, не случайно они поменяли вот эти штуки. Да, то есть это как бы открытие, вот там вот как вот так вот перекрест, и идет вверх, да, открытие канала. А здесь они замыкают канал. Получается так. И они замыкают человеческое поле, крестясь. Там пятерые звезды. Да, но я, значит, я в эту тему не лезу, потому что я религиозно вообще никак. Я в этом смысле темный лес, мне там только, может быть, не знаю, дойдет дело до этого изучать или нет. Но меня интересует против часовой стрелки и по часовой стрелке. Почему меня это интересует? Потому что у меня складывается… Ну, во-первых, мы видим, что они повернуты по-разному. Потом храмы после перехода полюса строили по-другому. Ну, и, значит, меня интересует то, что как они у нас, идет часовая стрелка. Вот как мы воспринимаем часовую стрелку и ход в земле. Мы смотрим на карту, мы смотрим на карту, у нас север наверху, да, вот здесь вот восток, запад, юг. Вот так у нас идет. И если по часовой стрелке, то у нас солнце вот так идет с востока на запад. Получается, вот так оно у нас должно быть. Да, против часовой стрелки. Вот, против часовой стрелки, вот отсюда. Тут вот такой. Вот если мы отсюда стоим, то у нас должно идти против часовой стрелки. А вот если мы развернемся и будем смотреть с севера на юг, на карту на земле, вот так вот, у нас мы переворачиваем, наоборот, стоим на голову, да, и у нас север получается внизу. Вот здесь у нас полюс здесь, а здесь южный полюс. А здесь у нас запад, а здесь у нас восток, у нас по-другому начинает идти часовой стрелки. Вот правила Буравчика по-другому, да. Но дело в том, что карты до Романовых были именно отсюда. И, значит, они, поменяв нам направление электрического поля, когда вот контуры электрического поля по-часовой против часовой идут, они нам что-то поменяли внутри, наше сознание, наше тело. Они нам запутали нити. Они нас перевернули с головы на ноги, наоборот, вернее, с ног на голову. То есть нас перевернули буквально сознание. И далее. У нас кольца вокруг Москвы. И садовое кольцо. И праворульное, и леворульное. У нас какое там? Праворульное, да? Левое или левое? Леворульное. Теперь садовое кольцо тоже по какой части они крутят? Они и тут тоже закрутили по-другому торсионные поля. Это все торсионные поля. И, соответственно, почему в Лондоне по-другому, почему в Японии по-другому, да? Почему? Значит, они там для себя ставили какое-то вот свое поле, а нам здесь изменили поля. И когда мы ездим, когда машина, огромное количество энергии, энергетических потоков едет по одной стороне и по другой, закручивается торсионные поля. Вот и все. То же самое следующее кольцо, это у нас садовое кольцо. То же самое у нас следующее кольцо, это камероколежский вал. И дальше вот эти вот, и везде это все должно у них учитываться. То есть они нам вот эту штуку поменяли. Я так понимаю, что это как-то связано с часами, со временем, в том числе внутри вас. Если у каждого человека есть какое-то внутреннее время, например, кто-то чувствует прямую линию, кто-то чувствует зигзагами, кто-то чувствует... Я, например, чувствую, что я иду против часовой стрелки. Вот внутри у меня, но не день, а, скажем, год. Вот год у меня идет против часовой стрелки. Вот я вот так его ощущаю наоборот. Мне приходится перекручивать. Почему, говорят, еще женщины не понимают, где право, где лево, да? Почему мы этого не понимаем? Мне нам нужно вспомнить, где право, где лево, где у тебя право, где лево рука. Это неполноценно считало. Вот. Значит, это идет оттуда. У нас неправильная перекрутка идет. То есть что-то по-другому. Ну, тогда это вообще весь мир должен зеркально поменяться. То есть зеркало. Ну, вот зеркало – это как раз любимая тема масонов. Вот Алекс вот говорил. То есть здесь вот кладбище, здесь очень много масонских могил. Здесь могила есть Чадаева. Вот, кстати, Чадаев у меня. Полетел у меня там что-то, да? Уже все, ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Так, сейчас. Управила буравчика.